Раннее утро около 7 часов. На улице Папина огромные лужи. Вода предательски скрывает ямы на дороге. Одна из них стала непреодолимым препятствием. Попал, казалось бы, на ровном месте. В этой ловушке сегодня оказались сразу несколько машин. Пробили колеса. Ну вот сейчас 22, ну где-то тут 23 вот здесь. Такую ловушку так просто не объедешь. В длину яма почти 2,5 метра, а в ширину 1,30 метра. Сергей Путилий и Дмитрий Филькин обмеряют яму, из-за которой пробили сразу по два колеса на своих машинах. Рядом стоит еще одна семерка. И это только те машины, у водителей которых не хватило запасок, чтобы сразу поменять колеса и уехать с места аварии. У кого одна, они меня не уезжали. Машин, около 10 машин еще попало в эту яму. Наталья Гладких посчитывает потери. Разорваны два колеса, погнуты диски. До рынка, где торгуются оленями, женщина не доехала, а значит лишилась выручки. И справедливо решила добиваться компенсации за понесенные неудобства. Дождалась полицейского, чтобы оформил все по правилам, а товарищи по несчастью в этом ее дружно поддержали. Вот сейчас заявление составляем всеми тремя владельцами автомобилей и будем подавать в суд. Эти пострадавшие не будут оригинальны, как сообщили ТВК новостям в пресс-службе судебного департамента. В марте суды уже приняли к рассмотрению сразу несколько так называемых дорожных исков. Горожане, попавшие в аварии, надеются отсудить у дорожников и чиновников компенсацию за свои испорченные машины. Водители поставили около предательской ямы предупреждающие знаки. Тем не менее, в течение дня в редакцию еще звонили злые автолюбители, попавшие в аварию на улице Папина. Татьяна Ермишина, Вадим Капанчук, ТВК Новости.